Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем нашу недельную главу ВАЭРА. Натирав Плискин когда-то сказал великие слова, мы должны молиться не столько о жизни без испытаний, сколько о силе для того, чтобы пройти испытания и вырасти с помощью них. Потому что, в общем, испытания это не то, что мы хотим или не хотим, они все равно есть и все равно будут. Человек для этого пришел в этот мир. И вот понять то, что они обязательны, все равно, что без них не обойдешься, и что надо их пройти, это один из важных кодов. Написано, что в каждый день после утренней молитвы мы должны вспоминать о шести вещах. Одна из них, помни, день исхода из Египта во все дни жизни твоей. Альтереб, он объясняет, что исход из Египта, почему нужно заново переживать каждый день? Потому что это процесс пуска в наш внутренний Египет. Исходя из него и строится наша повседневная жизнь. Ведь если это нас не касается, то это все дела давно минувших дней, история. Нет, фараон есть в каждом из нас, и маше есть в каждом из нас. Ну и в очень гибкой пропорции. Например, сегодня в человеке 90 процентов фараона и 10 маше, а на завтра, после борьбы со своими качествами, 50 на 50. А там, глядишь, и 90 маше уже там. Как бывает. Нам очень важно понять вот эту вот историю выхода из Египта. На протяжении 10 казней фараона происходит что, в первую очередь? Да, не смотрите на того, какого-то египетского, на нашего внутреннего фараона. В процессе 10 происходящих с нами событий в жизни, например, происходит трансформация базинственных установок. И надо самому вот этому нам человеку, в котором фараон, дойти до того, что, возможно, ты ошибаешься иногда. Возможно, бываешь неправ. Для некоторых людей такая мысль сама по себе. Это революция, да? Мы так много слышали там о внутреннем фараоне каком-то, кто слышал, да? Его надо победить. Ну а как, если человек звучит гордо, человек это все для человека, все там и так далее. Пока фараон внутри нас искренне считает себя богом вот этой системы, того мира, в котором он хочет построиться. Ничего нельзя сделать. Ничего нельзя сделать. Надо, потому что, знаете, как, если люди становятся фараонами, если кто-то, они считают, должен погибнуть, пусть гибнет, ну так что, это мое решение правильное, справедливое. У меня все, я знаю все всегда. Так не бывает. Поэтому важно побеждать фараонов в себе. Это наша главная работа. Смотреть, где там прячется вот фараон. Как только кто-то, вот не любишь критики чувствуешь, там все, фараон. Как только исключительно доволен собой, фараон. Для того, чтобы человек или весь народ победил себе фараона, нужно появиться-то, чтобы мысль в голову пришла, что надо с ним бороться, я уже не фараон. Знаете, раби Зуша сказал такие слова. Поиск пути надо начинать с самого себя, со своей души. Лежащему на земле ему падать некуда. Поэтому путь, начинающий с раздумия самому себе, это он поведет наверх. И вот есть еще одна очень важная вещь. Здесь тайна нашей главы. Понимание, написано, вы как узость Египта. Понимание Египта вот этого как узости, точнее узкошорности, да, нашего видения. И тут надо правильно понять иврит. В оригинале, в иврите, вытащу вас из-под страдания Египта, стоит слово Севлот, чья глагольная форма Лизболь означает не только страдать, но и терпеть страдания. И объясняет основатель Гурской династии, был такой Цхак Мэйр, что избавление в качестве главного условия, имеется, что следующее должно быть, да. Вы должны перестать ощущать ситуацию как терпимую. Именно Всевышний иногда ухудшает ситуацию в нашей жизни, мягко говоря, чтобы мы перестали терпеть. Пока мы терпим, ничего не получится. И смысл вот этой фразы исхода, он такой, вытащу вас из-под терпеливой узости. То есть, из ощущения того, что так можно жить. Пока человек считает, что вот в этих ситуациях, в этом мире, в этом, я не знаю, там, что происходит, можно жить, оно и будет так. То есть, нам раскрыт код, как бы сделать. Как только мы поймем, что мы так жить не будем, ни под каким видом, что мы хотим полностью все менять. Когда фараон уже, ну, как бы не сможет поднять голову, и тогда поднимает голову Маше, и тогда происходит исход. Брахава и Ацлаха.